Дорогие друзья, всем привет! Мы рады видеть вас на нашем канале. Собрались сегодня ехать на пляж Паджи. Идемте с нами. Вот я хотела сказать, что я не шутила про повышенную волосатость. Посмотрите. Просто все мои волнистые волосы все сошли с ума. На улице пасмурно, и это прекрасно, потому что без солнца сегодня немного лучше. Едем на такси, который заказали в отеле. Дорога до Паджи занимает около часа. Нас везет водитель. У нас машинка 6-8 местная. И мы заплатили около, точнее не около, а точно 10 долларов за мочек каждого человека. Ребята, сегодня просто день мечты. Я нашла свой любимый вид спорта. Мы сейчас будем сапсюрфить вот в этом красивом, прекрасном пляже. Берите урок сапсюрфинга. Ну, точнее не урок, а пойдем катать. Надеюсь, что такой мастер-тик. Далеко заплывать не будем, а поблизости их не должно быть. За двоих заплатили 20 долларов за все это время. Погода супер, хоть и немного пасмурно. Прогулялись, помедитировали полчасика. Вода очень спокойная. Если вы любите серфинг, то паджи вам очень подойдет и будет идеален для этого. На пляже много кафе на любой вкус. В основном это европейские кафе. Есть кофейни, есть рестораны с морепродуктами, есть фастфудные кафе. Но самое наслаждение, это, конечно, океан. По сравнению с нашим пляжем, уро, тут более глубоко. Чистая вода, чистая пляжная линия. Решили сюда приехать еще несколько раз, потому что близко и приятнее, чем на нашем мелком пляже в отеле. Я натренировалась от души за эти полчаса. Волны были низкие, было просто идеально. Кстати, одну из наших друзей, точнее подругу, на этом пляже ужалил португальский кораблик. Это существо, состоящее из четырех микроорганизмов класса медузы. У нее был анафилактический шок. Около трех часов приводили в чувства. В этот день мы еще не знали, что здесь водятся такие штуки. И поэтому потом только почитали, что это такое. И всем рекомендуем быть аккуратнее. В остальном Паджи – это идеальный пляж для отдыха на Чили, на Раслабоне. Белоснежный песок этого пляжа, очень впечатляет. В воду лучше заходить в специальные обуви. Тут много морских ежей, которых можно увидеть во время отлива. Пляж с мелким мучным песочком, очень красивым, который даже не обжигает. Даже в самое пекло. На первой линии расположено много ресторанов и кафе, как я уже сказала. Здесь же есть школы кайтинга. Вечером играют в футбол. Это живое место с очень удобной инфраструктурой. Из минусов – здесь иногда есть коровы, которые гуляют стадом и оставляют остатки своей жизнедеятельности. Наша тренировка закончена. На берег выхожу. А тут селочки. Выбирали бы. Привет, селочки. Проходят себе мимо. Никого не трогают. Классно наблюдать, как в воздухе в этих красивых южных облаках. Поряд кайты. Это очень впечатляющее. Очень впечатляющее зрелище. Вдоль берега каждые пять минут проходит Масая. Или местные в их костюмах. И предлагают различные фрукты, пока ты сидишь в кафе или будешь свод на тех коров. Фрукты дешевые, очень вкусные. Можно выбрать папайю, манго, дыню, арбуз, личик, кокос, бананы. Или рунки. Все фрукты стоят очень... Сегодня прекрасный день. Мы сегодня отдыхаем на пляже Маджио. У нас была тренировка сапсерфинга. Здесь и сейчас едем катать по этим прекрасным пляжам. Путешествие по фантастическому побережью. В этот день мы выбрали байк. Причем взяли его на час и на три семьи. Нам очень даже хватило. Это просто неописуемо. Промчали в одну сторону до красивой пальмы. Чуть позже покажу ее вам. По дороге встретили еще стадо коров и даже не одно. Затем мы в станцию катсерферов и любовались очень красивым пальмам леса. Вокруг сказочный белый пляж, где всегда ветер. Но он приятный. Из-за ветра нет жарки, жары нет москитов и много-много кайтеров. Именно поэтому они облабывали этот пляж. Кайтеры разукрашивают все небо яркими красками. Отлив начинается примерно с 12-14 часов. И это самое крутое. Потому что пейзажи космические. И на дне во время отлива ракушки, кораллы. Все как на ладони. Это лучший пляж на острове однозначно. Особенно в центре, в районе развилки на Джимбиане и Мичамбе. В отлив мы с вами видим белый песок. Чистый, с протоками. Клубокам метров 200. Морская жирность. Это огороды водорослей. Вода теплая. Океан постоянно меняет свои цвета и очертания. От зеленого до нежного особенного. Тут тихо, спокойно. Мало людей приставал. Большая доля европейцев по сравнению с Нунгвейкендовой, где много народу. И местные там испорчены. Везде одна русская речь. И собрались сразу все поклонники Египта и Юго-Восточной Азии. Нам тут, в общем, очень понравилось. И придраться, конечно, есть к чему. Например, водоросли, сильные приливы и отливы. Есть мусор, но величественный океан, теплый белый песок, жаркое солнце. Это невероятное океаническое дно. Даже это стадо коров. Дно, которое открывается во время отлива, это все прекрасно. Любые негативные эмоции будут просто исчезнуть за секунду. Это не баунти в чистом виде. Но ни разу не уступает. Да, отливы сильные. Бывают до 1 или 1,5 километров. Пока мы там были, океан был до 12 дня. Затем был отлив. И океан вернулся после 16 вечера. Что нас вполне устроило. Про ежей, да, они были. Но лично мы ни разу не наступили. И никто из отдыхающих вместе с нами или вокруг в это же время тоже на них не наступал. То есть они безобидны. Пляж менее застроенный, чем другие пафосными отелями, чем, например, Джамбиани. Людей очень даже в миру. Каждый день в небе видели большое количество крикорий. Какая красота. У нас тут Масаи, воздушные змеи запускают. Веселье для всего пляжа. Смотри, какие притчатки интересные. Дамбл. Дамбл банан. У нас с собой каждый день всегда были сладости. Запаслись специально, чтобы баловать, угощать местных малышей хоть чуть-чуть. Их эмоции от какой-то... Прыгают вверх или через их копьё перекладины, которые восстанавливают горизонтально и перепрыгивают, как на Олимпийских играх. Ты сама открыла. И делюсь подборкой фотографий. Это вот, например, мои волосы в шоке от океана. Это нас по дороге полиция остановила. Вроде за превышение скорости. Показываю вам погоны на падже, которые меняются за 5 минут от солнца до таких туч. Везде на берегу и на улицах много котов. Все очень милые. Посёрфить можно за 20 долларов в час на человека. Также на улицах куча малышей, которые вот так отдыхают и просто на чиле. Это мы наслаждаемся обедом. 25 долларов за напиток, бургер, картошку и что-то там ещё. У меня салат с манго и курицей и кускусом. Очень вкусная, огромная порция за 10 долларов. Вот Масай продают украшения. Вокруг очень сочные краски. Океан, лес. Это просто фантастика. Ещё вот Китеньку красивую нашли. Их тут очень много и любят их. Байк-аренда нам обошла и 45 долларов за час. Разделили на 3 семьи. И нам, в принципе, хватило по 20 минут и по 15 долларов. Да, идеально хватило, чтобы прокатиться в обе стороны пляжа. Доехали вот до Пальмы. Это просто картинка из Баунти. Пинаколада. Коктейль стоит 7 долларов. Это мы с малышами раздали сладости. Они немножко радуются. Девочкам раздали украшения, которые привезли с собой. И тут тоже неподдельная радость. Конечно, каждая малышка хочет быть модной и стильной. Если говорить про коктейли, то они очень вкусные. Из настоящего ананаса. Ещё раз мой салат манговый. Огромный. Показываю вам, какая порция большая. И приглашаем всех присоединиться к нашим путешествиям. Подписывайтесь на наш канал.